Приседания и жим ногами часто эти упражнения рассматривают как равноценную замену друг другу. Но так ли это на самом деле? С одной стороны, за жим ногами и двусмысленным говорят веса, которые в этом упражнении значительно превышают веса в приседаниях. Но, как ни странно, это не делает его более значимым и полезным упражнением. Причина таких рекордов в том, что при жиме ногами нет необходимости поддерживать тело в равновесии, держать баланс и стабилизировать бедра и спину. Это позволяет взять больший вес, но при этом упражнение может нести риск, так как на ноги и колени приходится большая нагрузка, которую они просто не выдержали бы в естественных условиях, а не в искусственном положении лежа на спине. Приседания с точки зрения функциональности – одно из самых естественных и частых движений в жизни каждого человека. Вы выполняете приседания десятки раз в день, каждый раз, когда садитесь и встаете со стула, а когда вы в последний раз делаете движение, которое напоминало бы жим ногами. Если вы не цирковой артист, то вряд ли вспомните какую-то подходящую ситуацию. Кроме того, при жиме ногами вы не тренируете спину, что недопустимо в наш век – сидячая работа в полусогнутом положении. Зажим ногами часто проводят аргумент о том, что приседания сложны для новичка в техническом смысле. На деле преимущества сомнительные. Ведь рано или поздно приседания все равно пойдут в программу тренировок, и человек будет новичком в приседаниях в любом случае, независимо от того, сколько он сжал ногами до этого. Так может лучше освоить приседания с минимальным весом в самом начале, чем через несколько месяцев занятий, когда воодушевитесь успехами в жиме ногами, человек и на приседания возьмет себе приличный вес. И будет разучивать технику не с тем весом, с которым просто невозможно травмироваться, а наоборот с большим и более травмоопасным. Другой серьезный довод в пользу приседания – гормональный отклик, который он вызывает. Тренировки с отягощением способствуют увеличению уровня гормона роста и тестостерона. И приседания – одно из самых эффективных в этом вопросе упражнений. Жим ногами такого воздействия не производит. Так что, если хотите мышцы – приседайте. Следующий аспект проблемы – это польза выбранных упражнений для других видов спорта. Если вы занимаетесь, кроме всего прочего, и для того, чтобы улучшить свои показатели в других видах спорта, то жим ногами вам вряд ли в этом поможет. Причинам специфики движения – во-первых, приседания заставляют атлеты разгибаться в коленях и бедрах, а при жиме ногами разгибаются только колени. Бедра же все время сохраняют одно и то же согнутое по отношению к корпусу положение. А многие виды спорта подразумевают такие движения, в которых бедра разгибаются. Взять хотя бы такое универсальное и нужное движение, как прыжки вверх. Вторая проблема – это уже упоминавшееся отсутствие необходимости в стабилизации при жиме ногами. Практически любой вид спорта требует хорошего баланса. Приседания же в той или иной степени задействуют мышцы, поддерживающие стабильность и баланс. Итоги таковы. Приседания выигрывают по всем фронтам, но, конечно, и жим ногами не будет рассматриваться как бесполезное упражнение. У него есть свои сильные стороны. Прочее освоить технику может подойти при некоторых видах травм и для реабилитации. Также жим ногами можно рассматривать как дополнительное упражнение в программе тренировок. Понравилось видео – ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok